И снова здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим об альбоме, который неожиданно для меня стал показателем хорошего, качественного инди-рока, особенно в то самое время, когда здоровый процент инди-коллективов отказывается играть инди или какой-то смежный там альтернативный рок, а занимается всякой ерундистикой с акустическими инструментами или с полностью попсовой электронщиной, что в результате делает когда-то там классные группы, которые выдавали действительно классные треки, обычными, вот просто обычными группами. С данным же альбомом, с данным коллективом все совсем не так. И хотя в нем есть некоторые, ну, погрешности, огрехи, шероховатости или как угодно, там, по той же динамике и оригинальности из сочинения и исполнения, он все равно очень здорово звучит в реалиях 2019 года, когда, казалось бы, не так много инди-банд могут похвастаться, ну, хоть чем-либо. Это «Засунь слона в клетку» или «Cage the Elephant». Американская инди-банда, знакомство с которой у меня традиционно началось именно с этого, то есть пятого и самого последнего альбома. Говоря откровенно, я не собирался слушать и его, как и все прошлые, но именно благодаря комментариям на его счет я решил просто-напросто нажать на «Рлау», не ожидая абсолютно ничего. Точнее, не ожидая ничего хорошего от очередного инди-бэнда, который попытается покреативить и сядет в лужу, опять же. Но, к моей глубочайшей радости и великолепию, случилось не так, так как значительное большинство треков оказалось очень и очень здорово сделанными по всем параметрам. И по содержанию, и по качево-танцевальности, и по музыкальной интересности. Поэтому, если не слушали данный релиз, то я очень рекомендую вам это сделать. И сейчас я постараюсь вкратце объяснить, почему вам стоит это сделать. «Социальные сигналы» — именно так называется этот очередной пятый альбом группы, а на его облоге мы видим человека в костюме угнетателя Тирека в боя, вот из латекса, да, или из чего там это все сделано. Не совсем врубаюсь, что конкретно должен был означать данный образ, но я предположу следующее. Прослушав альбом несколько раз и заценив его текст, то можно сделать вывод, что он иллюстрирует рефлексии героя альбома по поводу и без повода, зачастую представляя ряд темно-депрессивно-тревожных эмоциональных историй, вызванных коммерческим успехом в перемешку с проблемами в личных отношениях. Думается мне, что месседж альбома как раз предоставляет такое себе эмоциональное садомазо, которое уже остопиздило по полной, но которое доставляет какое-то извращенное удовольствие, поскольку оно никак не прекращается героем альбома на протяжении всего альбома. Может быть этот латексный костюм на облоге указывает на это, вот именно на эти все эмоциональные садомазо, а может быть это просто рандомная кислота, или просто какая-то маска-образ, который видят снаружи, а внутри все не так. Короче, не знаю. Знаю то, что текст в первой половине альбома топчется на одном и том же. Описание различных эмоциональных передряг, которые подаются всегда с разных углов, что уже радует, но это не отменяет того факта, что они все еще топчутся на одном и том же месте. Реально, первые семь треков поют о том, какое тяжелое было детство, как было тяжело выплескивать свои тревоги, депрессии, переживания в свой креатив, в свое творчество, в свою музыку, и получать за это известность, бабки и вообще все ништяки. И как это потом популярность не принесла ничего хорошего героя альбому и никоим образом вообще не избавила его от всех этих эмоциональных проблем. Все примерно вот в таком вот духе. Конечно, очень радует именно вот этот лирический креатив и подбор текста, который сам по себе, по своей форме, интересен и достаточно глубок по содержанию, и при этом, что самое важное, понятен. Соответственно, текст сам по себе подан очень сбалансированно, хоть и оставался довольно темным по содержанию, и это настроение не менялось вот значительно. Во второй же половине альбома мы видим попытки героя как-то выкарабкаться из всей этой эмоциональной ямы, попытаться найти выход в любви и взаимопонимании с партнером, поразмышлять там о любви и здоровых человеческих отношениях, но в конце концов опять оказаться у разбитого эмоционального корыта, описывая расставание с любимым партнером. Вообще, весь этот трек основан, финальный трек Goodbye основан как раз на истории развода вокалиста группы с его женой, да, и всех сопутствующих эмоциональных переживаниях. В общем, если исключить довольно стереотипный трек и простенький по своему содержанию Loves the Only Way и закрыть глаза на некоторое вот топтание на месте с темными эмоциональными текстами, то в целом мы имеем довольно добротный и качественный лирический контент. Музыкально у нас все намного лучше, кроме опять же трека Loves the Only Way. Он реально никакущий по сравнению со всем остальным, так как он практически акапельный, монотонный по своему звучанию и неинтересный вообще никоим образом с музыкальной точки зрения, что скорее указывает на его некоторую такую себе интерлюдность и попытку сделать некоторую смену и разделение темпа и настроения, нежели предоставить какой-то задел на полноценный трек. Но тем не менее. Имеем в большинстве треков, особенно в первой половине, как раз примеры мощных инди-инструменталов и вокалов, которые запоминаются и которым начинаешь подпевать уже сразу после первого припева, даже если не вдумываешься и не осознаешь в тексте всю ту депрессуху, которая там передается. Лично для себя я нашел очень много отсылок уже известным инди-коллективам. Для меня Broken Boy тот же звучит как Касабиан здорового человека, а не то, что предоставляли Касабианам в последних альбомах. Black Madonna это скорее что-то близкое к MGMT. Трек Night Running уже очень веет вот этой реги-стилистикой и основой. А когда во второй половине трека пошла читка, у меня сразу пошли вьетнамские музыкальные флешбеки с последними релизами 21 Pilots. Трек Skin and Bones напоминает Snow Patrol, то есть в лучшие годы, да и даже в последнем альбоме это все было дело похоже. И так далее. То есть практически к каждому треку мы можем найти определенную ассоциацию, которая уже есть в инди-стилистике. Практически с каждым треком мы имеем образцы всего лучшего и мощнейшего по звуку, что может, соответственно, предоставить стиль инди-рока. И это очень здорово. Хоть и ничего из ряда вон ребята и не предоставили, ну по меркам жанра как минимум. Мелодичные вокалы, задавленные эффектом радио и прочими. Использование синтов и легких гитар так, чтобы все это здорово слушалось на ходу и под все это легко было танцевать, допустим, или как-то двигаться. А особенно принимая во внимание то, что я люблю веселую музыку с депрессивными текстами, то, соответственно, я остался очень доволен данным альбомом. Для меня это 4 из 5, так как мне кажется, что этот максимум жанра был достигнут именно здесь, в данном релизе. И некоторые мелодические провалы во второй половине, плюс лирическая монотонность в первой половине, немного подпортили картину. Ну, все-таки не мог же я не прицепиться, верно? А так, это все на сегодня. Всем спасибо за просмотр, если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк. И если вы оказались тут впервые, то не забудьте подписаться на канал. Напишите в комментариях, слушали вы альбом или нет, понравился вам альбом или нет, и на что мне сделать обзор в будущем. Также не забудьте поделиться данным видео со своими друзьями или в вашем любимом паблике, чтобы нас было еще больше и все было еще веселее. А так, это все на сегодня. Всем спасибо и всем пока!